МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал о первой карагандинской новости в студии Гульнуржаки. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Цены на продукты питания продолжают расти. Власти делают всевозможное для предотвращения необоснованного завышения цен. Открыта специальная горячая линия. Из бывшего наркомана сделали козла отпущением. Артем Дедяев обвиняет полицейских в том, что стражи порядка использовали его для улучшения своих показателей. Взятка в 27 тысяч долларов США. За что карагандинка предлагала такую сумму сотрудникам налогового департамента. Обо всем более подробно. Цены на продукты питания продолжают расти. В Карагандинском Акимате организовали специальную горячую линию для населения по проведению разъяснительной работы по вопросам роста цен. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Рост цен на продукты питания в основном связан с ростом цен у производителей. Такое заключение делают городские власти. В целях недопущения дефицита продукции и необоснованного роста цен на сахар проведена товарная интервенция из областного стабилизационного фонда. А для контроля над соблюдением ценовой политики ежедневно осуществляется объезд по торговым объектам, отчитываются чиновники. На сегодняшний день ситуация с сахаром стабилизировалась в связи со стабильным поступлением оптовым поставщикам. Значительный рост цен приходится в основном на продукты питания, завозимые из других стран. Также власти сообщают, что в городе имеется 23 социальных павильона, где социально значимые продукты питания реализуются по цене ниже рыночных на 10-15%. Деятельность павильонов контролируется ежедневно. Для реализации сельскохозяйственной продукции по доступным ценам еженедельно проводятся ярмарки. Достаточно ли этого для того, чтобы удовлетворить потребности карагандинцев, этот вопрос мы задали жителям города. «Конечно, каждый день повышаются продукты, чешник. Да все продажи. И колбаса, и сахар, и мука. Хлеб один пока на уровне стоит. А так все дороже, дороже. Ну даже овощи, элементарные, картошка дорогая, капуста сейчас в этом году очень дорогая, сто цепей. Ант вообще там с копейками. Самые необходимые все дороже. Хлеб, например, на юго-востоке Орионовский стоит 70, в других магазинах по 65. Сахар, молоко. Ну конечно, они каждый день почти дорожают и дорожают. Вообще неимоверно. Для меня, например, получают 38 тысяч всего лишь. И квартиру, и все буквально. Вы пенсионерка? Пенсионерка. Ну и в этой ситуации карагандинцы не теряют доброго расположения духа. Некоторые к проблеме с ростом цен относятся с иронией. Цены в Караганде прекрасные, хорошие, низкие. Особенно, когда в кошельке много денег. Андрей Тенжак, Сылык Нурта, Александр Царикедзе, 1-й Карагандинский. 52 тенге за буханку хлеба. И это не фантастика. Городские власти заявляют реализациям мер по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания дают результаты. Карагандинский отдел предпринимательства пригласил журналистов в один из супермаркетов. Хлеб с громким названием «антикризисный». Его стоимость – 52 тенге. Таким маркетинговым ходом воспользовалось руководство одного из карагандинских супермаркетов. Рядом с хлебом «антикризисным» на прилавке расположился хлеб семейный бюджетный по 38 тенге. Раушан Кулмагомбетова называет себя постоянным посетителем этого супермаркета. Главное достоинство магазина, по ее мнению, хорошее качество и доступные цены. Супермаркет «Норман» – один из торговых объектов, подписавший меморандум с властями о мерах по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания. К таким, в частности, относятся хлеб, куриные яйца, молоко, овощи и многое другое. По словам заместителя руководителя отдела предпринимательства, цены под жестким контролем властей. Удалось решить проблемы с сахаром. В первую очередь, если в прошлой неделе, позапрошлой неделе был ажиотаж на сахар, сегодня на сахар уже нормализовался. Во всех торговых объектах на сегодняшний день сахар имеется. На сегодняшний день цена сахара в супермаркетах от 272 до 278 тенге в килограмм. А также параллельно мы реализуем из областного стаблица фонда сахар на сегодняшний день в социальном фоне 244 тенге. Отдельные прилавки отведены для местных производителей. Покупателей завлекают вывески с надписью «Сделано в Казахстане». Большой популярностью пользуется плодовощная продукция. Цены на нее пошли вниз, заявляют в отделе предпринимательства. Тем не менее, некоторые предприниматели завышают цены, пытаясь получить максимальную выгоду в нынешней ситуации. В этом случае поможет специальная телефонная горячая линия, организованная в городском Акимате. Номер телефона – 4246-91. Андрей Тенжек, Сылык-Нурта, Александр Царикедзе, Первый Карагандинский. Бывший наркозависимый пытается добиться справедливости. На протяжении семи лет карагандинец Артем Дедяев употреблял наркотики. Он утверждает, что получал их от сотрудников полиции взамен на ложные факты мошенничества и грабежей. Подробности в материале Анна Решалкарбек. Карагандинец Артем Дедяев – наркоман с семилетним стажем. Недавно отсидел срок за мошенничество. Артем утверждает, что дело, по которому его отправили за решетку, было сфабриковано сотрудниками полиции. А все началось в 2009 году, когда стражи порядка предложили с ними сотрудничать. Они узнали, что я наркозависим, предложили мне сотрудничество с ними. У меня было три эпизода мошенничества. Я уже не помню даже, кто потерпевший. Они предложили, давай мы тебя оформим за наркотики, за охранение якобы. Там все сфабриковано было. Взамен этого мы уберем те три эпизода мошенничества. Я согласился. Раз оформили. Второй раз меня оформили Терешковский отдел полиции, центральный отдел Терешкова, который находится. Тоже так же. Сфабриковано там все. Там мужского Данияр, короче, был такой. Он меня так же оформил. Третий раз мне предложили сотрудничество сотрудники ОБН города Караганды, отдела по брезвенно-законам оборудования наркотиков. Я отказался. За что мне помещали меня посадить? Отказался где-то примерно в начале, ну где-то может в ноябре 2009 года. 12 февраля 2010 года меня посадили. То есть как посадили? Меня просто подкинули. Артем не спорит, что 3 грамма героина, которые были в перчатках при задержании, принадлежали ему. А вот дозу, которую обнаружили в ботинке, ловко подкинули сотрудники полиции, утверждает он. То, что сорт наркотических веществ отличается, показала и экспертиза. Однако это не повлияло на решение суда. В итоге его приговорили к 2,5 годам лишения свободы. А после условного освобождения стал активно сотрудничать с полицией взамен на дозы героина. Бывший наркозависимый утверждает, что таким образом работал с сотрудниками многих отделов полиции. В общей сложности 53 эпизода ложных краж и мошенничества. Его сожительница говорит, что работу предлагали и ей. Приехал ко мне на реманс из Дыков, непосредственно я его знаю, уже неоднократно видела. И я, говорит, не могу найти Артема. Я говорю, ну я не знаю, это ваши проблемы, ищите его. Ну ты же, говорит, знаешь, чем мы занимаемся с Артемом. Я говорю, ну знаю, что. Давай, говорит, мы у тебя телефон изымим. У тебя же телефона нет, я тебе его подарю. Я говорю, ну что, совсем? Дальнейшую судьбу Артема решил последний день оперативно-профилактического мероприятия «Грабеж», которое проводился с сотрудниками полиции. Давай сделаем факт грабежа. Ну якобы, что ты не тут их обманул, а как бы ты забрал нас на автостанции на Евро-Востоке, у него с руки телефон, и в телефоне было 20 тысяч, ты убежал. Я согласил, я говорю, меня закроют. Он говорит, нет, не закроют, я слово даю, слово офицера, там, ну, такие слова громкие говорю. Я соглашаюсь, приезжаю на Евро-Восточный, меня все оформляют. Он заходит в начальнику отдела дознания, то есть к тому, у кого они работают на ферме, ну, у его родственника или у кого-то. Он мне говорит, да, я тоже слово даю офицера, там, он мое полиции, там, тебя не закроют, сейчас мы тебя просим и отпустим. Все, теперь начальник уголовного розыска, ОКП, он выезжает. Меня допрашивает, все, я говорю, все, я пошел домой. Начальник дознания говорит, нет, все, мы тебя закрываем. По словам Артема, эти два месяца он отсидел за преступления, которых на самом деле не было. Предыдущие два мошенничества также были сфабрикованы. Он написал заявление в прокуратуру Караганинской области, где заявляет на превышение полномочий сотрудниками полиции и попытку прикрыть свои нарушения. Сейчас работниками департамента по противодействию коррупции выясняются обстоятельства данного дела и никаких комментариев в интересах следствия пока не дают. Бывший наркозависимый молчать не намерен. Надеется, что дело все-таки дойдет до суда. Он уверен, что теперь никогда не будет употреблять наркотики. Он хочет жить как все, завести собственную семью, работать, но дальше два раза своего дома не выходит, так как боится, что в очередной раз ему могут подкинуть наркотическое вещество и отправить за решетку. Ален Шалкарбек, Исламбекоспан, Александр Царикидзе, Первый, Карагандинский. Впереди короткая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. К другим новостям. Карагандинец создал псевдопредприятие и обманул 28 госучреждений на 30 миллионов тенге. Однако насладиться миллионами ему не удалось. Мошенника задержала служба экономических расследований. Теперь мужчине придется оправдываться в суде. Подробности громких уголовных дел расскажет Аймамрина. Предприимчивый карагандинец открыл подставной бизнес и начал участвовать в тендерах по госзакупкам. На веб-портале он регистрировался через интернет. Указывал самые низкие расценки и выигрывал. Получал предоплату, но никаких услуг и товаров не поставлял. Гражданин Алькенов, который сейчас направлен в суд, на сегодняшний день ущерб составил порядка 30 миллионов тенге. Это 28 миллионов тенге, по-моему. Он уже на сегодняшний день пошел на процессуальное соглашение. Порядка 7 миллионов тенге возместил. Данное дело находится сейчас в суде. Всего за 6 месяцев по аналогичным фактам в департаменте зарегистрировано 104 уголовных дела. Бюджету возмещено 530 миллионов тенге. К уголовной ответственности привлечены 3 чиновника. Также налоговики рассказали о фальшивомонетчике, который наладил производство евро. Его задержали при попытке сбыть поддельные купюры достоинством 200 и 500 евро. В сфере борьбы с фальшивомонетчиком окончено направление в суд 6 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных знаков достоинством 5000 тенге. Также в производстве находился уголовный дел в отношении лица, сбывавшего на территории областной области поддельную валюту достоинством 200 и 500 евро. Отчитались налоговики и по нелегальным казино. По их словам, за организацию незаконной игорной деятельности осуждены 4 человек. Изъято более 400 с половиной миллионов тенге и 46 игровых автоматов и рулеток. Сотрудники департамента признали, что нередко сталкиваются с коррупционерами. Совсем недавно одна из карагандинок предлагала налоговику 27 тысяч долларов США за помощь в уклонении от ответственности. Ее придали суду. Ближайшие 6 лет гражданка Ташкембаева проведет в колонии. А вот легализация в нашей области идет полным ходом. Карагандинский регион находится на третьем месте по республике по суммам легализованных денег. Департамент госдоходов напоминает гражданам, что крайний срок легализации – 31 декабря. А.М. Амрина Жаксылакнуртай, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Акция «Дорога в школу» продолжается. Подарки получили дети из малообеспеченных и многодетных семей. На этот раз благотворительное мероприятие организовала Ассоциация деловых женщин Карагандинской области. Всего планируется охватить 25 семей. Причем вот в Караганде мы сейчас, допустим, эту акцию оказываем для 8 семей. Это семьи, ну, есть многодетные семьи, где 6-5 детей. Есть женщины, которые воспитывают, ну, семьи без папы, где трое-двое деток. Есть девочка вообще, которая осталась без родителей, находится на попечении государства. Поэтому вот эту акцию мы в Караганде проводим для 8 семей. Исполнительные директора, региональные наши филиалы, ассоциации, они проведут дальнейшую акцию. И поэтому получится, что 25 детей, 25 семей малообеспеченных у нас будет охвачено. Жанар Жумакеева работает в поликлинике номер 3. Одна воспитывает двух дочерей. Живет семья Жумакеевых в съемной квартире. Старшая дочь студентка, а младшая переходит в 11 класс. «Хочу поблагодарить от имени нашей поликлиники, новая третья поликлиника наша, от Санин Нуртас на имени, за вашу такую благотворительную работу. Огромное вам спасибо. Также хочу от имени Бахчамала Абдрызаковны сказать спасибо вам. Ну, что еще? Процветания вам, всего хорошего, здоровья». Сегодня 8 семей получили материальную помощь. Детишкам подарили ранцы, школьные принадлежности, а также спортивную и школьную форму. Для многих родителей получать такие нужные подарки детям очень приятно. Сегодня не все семьи могут себе позволить купить все необходимое. Именно поэтому такие акции имеют большое социальное значение, считают в ассоциации деловых женщин. Асель Сазамбаева и Сламбекоспан Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Опубликован список обладателей образовательных грантов. В этом году выделено около 32 тысяч образовательных грантов. При этом более 12 тысяч выделено на технические и технологические специальности. Около 5 тысяч на педагогические. 3 тысячи грантов выделены на медицинские специальности. В конкурсе на присуждение образовательных грантов принимают участие около 60 тысяч человек. Из них более 47 тысяч с казахским языком обучения. В конкурсе на обучение по квоте в рамках проекта Менгалек Ельжа Стары Индустрия Га принимает участие чуть менее 10 тысяч человек. Также в конкурсе участвуют дети-сироты и инвалиды. 37 абитуриенты приравнены к участникам войны. Более тысячи человек являются представителями казахской национальности, не граждане Казахстана. Среди участников конкурса также более 2 тысяч обладателей нагрудного знака Алтенбельга. Около 200 победителей международных и республиканских олимпиад. А также 9 победителей президентской олимпиады. В министерстве образования также подчеркнули, что не все обладатели золотой медали смогут получить образовательный грант. Связано это с количеством грантов на определенные специальности. Ассель Сознобаева, Александр Цирикидзе, 1-й карагандинский. Карагандинка Наталья Цой судит боксерские поединки на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Наша землячка совмещает в себе недюжую спортивную силу и юридические навыки. На нынешней Олимпиаде Наталья одна из самых заметных и авторитетных судей. В Международной боксерской ассоциации она стала первой женщиной-рефери из Азии. Наталья Цой очень позитивная и сильная духом. Она мастер спорта по боксу, первая чемпионка Казахстана, капитан полиции, кандидат юридических наук и судья международной категории Айба. В детстве родные Натальи и подумать не могли, что она станет спортсменкой. Ведь занималась бальными танцами. Тайквондо девушка увлеклась в 11 классе, затем кикбоксингом, позже перешла в бокс. Занималась боксом три года. Ее тренера был Эдуард Матросов. В 2005 году она стала первой чемпионкой Казахстана и мастером спорта. В данный момент я являюсь судьей международного класса Айба. Я представляю Казахстан на международных соревнованиях, на чемпионатах мира посчастливилась в последнее время. И в данный момент это моя основная деятельность. В судейство я пришла из спорта. На Олимпиаде в Рио Наталья Цой выступает в качестве судьи. Недавно она судила поединок британца Джоша Келли и египтянина Мохаммеда Валида. Бой был насыщенный и напряженный. Победил британец, который теперь встретится с казахстанцем Даньяром Елеусиновым. Спорт – это такое дело, как и везде, должен сохраняться нейтралитет. И поскольку человек – такое существо, всегда он будет болеть за своих, поэтому здесь такая нейтральность соблюдается. Например, на чемпионате Казахстана, если я сама с Караганды, то карагандинскую команду я не имею права судить. Сейчас заслуги Натальи признаны во всем боксерском мире. Она занимается судейством на протяжении шести лет. Напомним, в копилке Казахстана уже четыре олимпийские медали – три бронзовые и одна серебряная. Медаль тяжелоатлетки из Талдыкоргана Карины Горячевой стала для нашей страны четвертой. В числе призеров – дзюдоистка Отгон Сецек Галбадрах, дзюдоист Ельдо Сметов и тяжелоатлет Фархад Харки. А.М. Амрина Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова